доброго времени суток господа значит вот экскаватор 30x ну что меняла здесь крестовины не так давно но скажу сразу я не шприцевал их ни разу вот сейчас смотрю они уже болтаются и есть износ с хочу у меня одна есть хочу заменить значит вот заблокировал так отверткой трещоткой подрываю то беру пневмо трещотку и откручиваю вот так и снимаю таким образом буду менять крестовину наверно одну та которая больше разбита второго меня пока нету а ехать вот снял кардан так значит вот крестовины стояли вот такие gmv какие-то универсал 3 4 22 на 106 и 3 ну смотрим что здесь значит что здесь посадочному холом и посмотрите эти игол короче их там нету все нет иголок они превратились вот у вас смотрите видите в куски вот это крестовина нормальные да ну это конечно смазка есть видите все в порядке как бы да ну я надавил сейчас естественно смазку думал уйдет в какой-то плюс уйдет там нет иголок вообще нет иголок вот такая вот каникель что ставить в дальнейшем я уже не знаю короче они просто все сырые сырые и пиперах анализ показал что разбила крестовину которая стояла у моста то есть вот в хлам вообще одна сторона нормальная вторую сторону разбила то есть от иголок ничего не осталось вторая сторона живая ну вот такая вот она видите подношенная видите но в принципе еще пока держится так как у меня есть только одна крестовина в данный момент то есть я пока буду эту поменяем что-то вообще еды прямого это пока еще поживет ну вот такой у меня бокс 5 на 12 яма вот такая у меня бетонная тут слив воды у меня на улицу с машин тут тоже у меня слив воды машин стекала подъемник средь 4 тонник ворота 320 трактор заезжает но раскладываешься крыша 200 миллиметров сэндвич пенопласт стена 150 миллиметров тоже пенопласт каркас 50 на 50 труба и швеллера на крыше перед балки задняя стенка 70 миллиметров пенопласт просто из той стороны металлопрофиль здесь соседская стена общая 50 миллиметров толщина пенопласта и даже вот ну не обшиты просто баннер для понта светодиодное освещение вот такой бокс он стоил у меня миллион сто старыми деньгами когда евро было 42 стоимость бокса было 28000 евро почему в евро потому что рублей у меня нету я занимался запчастями для иномарок и закупки совершал в долларах и в евро связи с этим все деньги были в евро то есть я торговал запчастями за рубли по курсу но не ниже чем я покупал евро и доллары и потом получал рубли и снова покупал евро ну короче круговорот такой был у меня евро рубли евро рубли ну вот так вот кафель подогрева полов ну поэтому цена такая стена вот это вот 180 тысяч туда стоило потолок 120 тысяч стоил ну бетонное вот это основание кафель все вот этот яма она обошлась примерно 300 тысяч плюс там подушка ворота место ну вот такая вот цена и обошлась